Опять же по нашему форуму люди хотя жалуются, что вы не отвечаете или долго отвечаете, но я сам знаю эти нюансы, что и вы бываете заняты, и мы не успеваем где-то, но все-таки можно так сказать диалог власти и людей продолжается. И вот за это время, когда мы с вами не общались, есть несколько вопросов, которые волнуют людей. Это один из пользователей задает такой вопрос, Александр Игоревич, скажите пожалуйста, когда закончится этот беспредел в ЖКХ? И здесь приводятся примеры, что температура в батареях, отопление близка к холодной, хотя у других нормальная. Почему в счетах завода на домовые нужды приписывается такое количество воды, что на самом деле не тратили? Ну и вот много-много в принципе по ЖКХ есть вопросов. В общем, вы можете сказать, какие-то изменения есть? Вы читали, прочитывали вот эти все? Вот мне понравилось на форуме одно высказание человека, что действительно, если чиновники не отвечают, значит что-то не так, либо боятся, либо в определенной степени, скажем так, не уважают тех же жителей в нашем районе или в городе. Хочу сказать, что, наверное, в обязательном порядке нужно, и федеральный закон об этом говорит, в обязательном порядке любые средства массовой информации, включая сайты, порталы, форумы, нужно все-таки реагировать всем чиновникам нашего района, нашей администрации. Это первое, что хочу сказать. Действительно, обилие слухов, неверной информации, оно огромное. И кто, как не мы, должны эту информацию рассеивать для людей. Вот для того, чтобы меньше было, я согласен, что есть те моменты, которые существуют сегодня в системе ЖК, плохие моменты. Есть моменты, которые порождены решениями правительствами, безусловно. Потому что тоже 307-е постановление правительства, которое определило общие домовые нужды, и тоже 354-е постановление правительства Российской Федерации, которое также обязало управляющих. Это как лазейка определенная для каких-то непонятных, пока вот даже мне, манипуляций. Дело в том, что самая большая проблема в том, что местное соуправление отстранили полностью от вопросов, связанных с тарифной политикой. До 2006 года мы занимались тарифами на все услуги жилищно-коммунального хозяйства. И я хочу сказать, каждую строчку тарифов мы обсуждали, когда еще был в свое время главой администрации, с депутатским корпусом, мы утверждали построчно, до копеечек. На сегодняшний день это прерогатива ЛНРТК и предприятий, которые оказывают услугу. Я думаю, что если так будет продолжать, что дело вообще дойдет, что органы местного соуправления вообще никак не будут участвовать. Не в контроле за деятельностью. Вот, к сожалению, это так. Хотя мы, губернатору Дрозденко Александровичу, говорим, что нельзя так, не должно быть так. Люди приходят к нам, мы должны отвечать на их вопросы. Что касается беспредела в системе ЖКХ, я бы с этим не... Беспредела никакого нет. Первое. Работают все управляющие компании, товарищества собственников, жилья, работают все коммунальные предприятия. Есть проблема, конечно, есть. Качество питьевой воды. Раз. Есть проблема горячей воды на верхних этажах, которая не достигает того уровня, который должна быть. Но, еще раз повторяю, с каждым вопросом надо работать индивидуально. Вот я приводил вам пример о том, что на улице железнодорожная, дом 7, квартира 7. У всех стояки подключены, а вот где живет инвалид, почему-то как-то получилось так, что может быть пробка. Дана команда была, все сделано. То есть индивидуально точно надо разбираться. Я вот сейчас смотрю все квитки, которые прислали, условно говоря, там, с улицы строителей, восточной, да? И в то же время я вижу на Криковском 26, нормальная ситуация связана с минусом по общедовому нужному, где трассажер свой дом. То есть в каждом случае надо индивидуально разбираться. И просто так написать, что все плохо, вот это я не приемлю. Давайте говорить так, конкретный адрес, конкретное заявление, конкретное разбирательство. Тогда и наши управляющие компании ТСЖ будут знать, что мы следим за ситуацией. Мы разбираемся, мы помогаем людям найти, так сказать, не отфутболируем, а найти концы. И они отвечают за это. Ведь не всегда, скажем так, знания людей позволяют им правильно определить. Возможно это по закону, да? Положено по закону, но не положено. Для этого, в этих целях, специально, в правительственной городской области разработано было положение в общественном совете по ЖКХ, по ЖКХ, при администрации. Вчера состоялось первое заседание. Значит, вошли неравнодушные, поверь мне, люди, которых я знаю, которые годами задают нам вопросы, связанные с качеством коммунальных услуг, качеством питьевой воды, с качеством вообще предоставляемых услуг любыми организациями ЖКХ. То есть неравнодушные люди, это простые граждане Кингисеппа и Кингисеппского района. Поэтому, пожалуйста, участвуйте в работе этого общественного совета, который, совещание, вернее, заседание которого будет приходить при моем участии главы администрации. То есть это как форма работы, пожалуйста. То есть там будет как раз конкретика, что люди смогут задавать... Да не только задавать, вообще спрашивать. Там будут отчитываться все управляющие компании, возможно, вполне ТСЖ, те люди, которые занимаются поставками услуг в коммунальном хозяйстве. То есть это нормальный процесс. И участвуют в работе и прокуратуры, поэтому здесь сразу же можно будет решить ту проблему, которая появилась. То есть, в принципе, можно так сказать, этот общественный совет, он и даст возможность простым людям как-то реагировать и участвовать? Масса возможностей. Мы еще не завершили работу по формированию совета в ДОМУ. Тоже структура очень интересная, где вполне, так сказать, председатель совета ДОМУ мог бы решать на общественном совете все вопросы. То есть я к чему говорю? Конечно, проблем и недостатков хватает. Мнений на каждый счет много, но власть для чего и избирается населением, народу, для того, чтобы она могла объяснить, вот это мы сможем сделать в этом году, это придется сделать в следующем. Вот по этим вопросам, которые в сфере жильщико-коммунального хозяйства накопились уже не десятилетиями, а уже несколькими десятилетиями, мы должны решать точечную. Сегодня просто так сказать, что везде плохо, я с этим категорически не согласен. Ну то есть в общем, как можно понять ваш ответ, в ЖКХ, то есть полностью ЖКХ в принципе нормальная рабочая обстановка, в каких-то конкретных случаях, если у людей есть проблемы, значит они пускай точечно обращаются, пишут. Виталий, ну мы же не будем говорить с тобой, что каждый день случается ДТП на дорогах, каждый день, к сожалению, в России, ну пусть не в Кингисепском районе, каждый день, но гибнут и раненые люди, сбиваются пешеходы. Это очень серьезная тоже проблема. Я же не буду сейчас говорить, что в системе жильщико-коммунального хозяйства каждый день случаются аварии. Маленькие, большие. Но коснулась ли, допустим, какая-то большая авария в прямом населении надолго Кингисеппа, Кингисепского района за последние годы? Ну нет. Вот так, чтобы то, что мы знаем внутри, это внутреннее дело, как к семье, да, поссорились, помирились, ну и никто не знает о конфликте. Значит, так и в системе народного хозяйства, в ЖКХ, есть бесперебойная подача услуги, пусть не совсем, скажем, качественной, да, но услуга оказанной населению. Другой вопрос, что это не должно касаться населения, потому что оно не должно знать, если ситуация чрезвычайная, это другой разговор. Но есть те ситуации, которые, ну, рабочие, скажем так, мы называем рабочие. Временное отключение электроподачи электроэнергии на котель, но это временное отключение, оно будет восстановлено. Но население как бы не почувствовало изменения в своей, так сказать, повседневной жизни. Поэтому, конечно, мы понимаем прекрасно, что, скажем, за последние годы, конечно, много в теплоэнергетике города сделано, района, замена котлов, котельных оборудований и так далее. Но мы же об этом не кричим, это норма вещей, мы этим должны заниматься. Но мы прекрасно знаем, в каком состоянии сегодня подавляющее большинство тех же сетей, да, ливневой канализации. Я массу могу наговорить, что не зависит от тех людей, которые сегодня при власти, потому что это огромные средства, и они нужны. И мы добиваемся, чтобы они пришли в город и район. Ну, то есть, так сказать, если у людей конкретно есть проблемы с ЖКХ, они могут писать на форум, и он отслеживается, и, соответственно, будет реакция. Если комитет ЖКХ, пожалуйста, надо просто, я даже слова не стесняться не буду, надо не быть равнодушными. Конкретно, если, допустим, в подъезде, и мы будем ждать погоду, как будто светлое море, да, ну зачем? Есть специальные люди, которые занимаются вопросами обеспечения подачи всех услуг на себе. Комитет ЖКХ, коммунальные предприятия. Надо обращаться. Понятно. Еще, Александр Игоревич, вот вопрос по аптекарскому. Прямо скажу, это было где-то месяц назад, и люди задают вопрос, везде все перекопано, не пройти, не проехать, неужели поочередно нельзя сделать? Вот какая вообще там ситуация на данный момент? Вот как мы всегда говорим, когда не делаешь ничего, плохо, когда начали делать, и понятно, что начали делать, выиграв конкурсы, одна из структур, слава богу, нормальная структура, абсолютно адекватные руководители, понимающие, когда перекопали, тоже плохо. Но сейчас, я так полагаю, что проверка еще будет, еще приемки официально, так сказать, не было, еще завершается работа. Слава богу, погода помогла в этом году, как никогда. Вот, поэтому я уверен, что все уже не то, что перекопано, уже все сделано. Есть шероховатости, о которых люди звонят мне напрямую или нет. Устраивает, как сделали? Качество и... Нормально. Нормально? Хорошо, да? Да. Понятно, хорошо. То есть претензий нет ни к строителям, ни к... Скажите, пожалуйста, вы из какой организации? Это... Дайте, что я спрашиваю у вас. Да. У нас вот свет во дворе, еле ходим. Не попасть нам даже в этот... У них лампочки. В домофон, да, лампочки у нас нету, раз? Нет, лампочки. Если они не хотят включить нам улицу, то пусть, пожалуйста, сделают нам... Там у нас есть дети. Как они называются-то? Плафоны? Плафоны. И пусть тогда лампочку нам повесят. Вот я вчера пришла, куда с улицы, да? Да. Где не попасть, позвонить. Понятно. Не попасть. Хорошо, спасибо. Ну, а так все устраивает, как сделали? Дорогу? А тут нормально. Дорога-то нормально. А вот канализация вот здесь, если дождь идет, конечно... Вода не проходит. Вода не проходит. И в администрацию Книгсепского района. Значит, здесь широкая акция связана там с разваленными дорожками, что-то не восстановлено. Но это мы отрегулируем. Есть адреса, есть понимание, что... Еще пишут жители дома по улице Восково, номер 27, 6-й корпус, наверное, об ограждении вдоль нашего дома. Какие... ну, зачем там ограждение? Они не видят в этом какой-то ситуации, нужности. Может быть, вы что-то знаете об этом? Нет, Виталий, во-первых, начнем с того, что этот дом, эта территория, как бельмо на глазу, страшное, возле места, которое посещают туристы. Это первое. Значит, и мы... и были письма, мой адрес жителей, и сделать асфальтовое покрытие, и сделать, так сказать, ремонт фасада. Мы это планируем на следующий год сделать в обязательном порядке. Но все постепенно. Значит, конечно же, это продумывалось с точки зрения безопасности жителей. Поскольку вот так случилось, да, что к этому дому идет два потока автомобилей, которые идут, значит, по улице Восково самостоятельно, и с театральной ЖИЭ. Я хочу сказать, что там аварии были. И слава Богу, что они закончились спокойно. Поэтому, если есть какой-то нюанс, связанный с подъездом скорой, там, ну, пожарная никак не помешает этот подъезд, а подъезд скорой там с носилками, ну, это другой вопрос. Посмотрим, если что-то там намудрили. Я видел этот забор, но я не обратил внимания, если там проем между, так сказать, этими пролетами. Если что-то не так сделано, мы поправим. Но, еще раз повторяю, у нас, как всегда бывает, значит, одни желают, другие не желают. Вот здесь, по-моему, конфликт просто интересов жителей дома. Одни просили вот именно так, значит, другие, естественно, там что бы не устраивали. Но я считаю, что такой мелочный вопрос, который надо просто решить, если по, значит, по нашим правилам, да, внешнего благоустройства положено сделать проем, его нужно сделать. Вот и все. И, наверное, не стоило на форуме писать, можно было обратиться в службу заказчика, директор Зайцев, Валерий Алексеевич, для того, чтобы решить эту проблему самостоятельно. Конечно, мы в пролетах, скажем так, участвовать не будем, а поручения соответствующие дают. Александр Георгиевич, ну вот люди не обошли вопрос, значит, такой по благоустройству нашего города тоже. И пишут, скажите, а куда подевались все дворники из нашего города? Раньше убирались дворы и улицы, а теперь кругом грязь и мусор. Что-то можете ответить на этот вопрос? Нет, ну надо разделить проблему дворников. Есть дворники, которые занимаются вопросом механизированной и ручной уборки территории города, улиц города основных. А есть, так сказать, дворники, которые на внутридомовых территориях, они не имеют отношения к нам на такое устройство никакого. Конечно, проблема в том, что сейчас все вопросы надо решать через конкурс. Наверное, скажу честно, и мы, учитывая то, что бюджет города был достаточно сложен в прошедшем 2013 году, скажу откровенно, меньше заложили средств на механизированную и ручную уборку. Но это сразу сказалось. Сказалось ли это на озеленении, потому что вместо 5 миллионов, которые как бы нужны, было заложено всего 800 тысяч. Сразу возникли вопросы по клубу на бульваре Октябрьском, по работе дворников. На сегодняшний момент листья плохо убраны. То есть, все это происходит от недостаточного количества средств. Дворники, конечно, и скажу еще один момент. Если раньше дворники НГС, это была самая уважаемая профессия, получали жилье, зарплата была приличная. По тем временам, помню это время еще. И в перестроечный даже период, когда была система общего муниципального жилья и коммунального хозяйства предприятия. Но сегодня, конечно, зарплаты дворников не устраивает, поэтому люди ищут другое место работы. Задача его, наша задача сделать так, чтобы у комбината благоустройства работали эффективно, и плюс, конечно, из воздуха они ничего не сделают. Поэтому задача одна только. Финансировать, если мы хотим иметь город чистый, нужно платить деньги. Ну а есть вообще перспективы? Есть перспектива, и мы рассматриваем ее с точки зрения увеличения затрат на уборку именно городских территорий. Городских территорий, но и внутри домов. Пользователь пишет, что моя семья стоит на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении в администрации с 1991 года. И все, эта очередь, все не идет и не идет, так получается. И живут люди в нехороших условиях, рядом и пьяницы, и еще кто-то. Также имеют всего оклад, что удивительно, у мамы педагога с более чем 30-летним стажем работы, оклад 600-700 рублей всего. И вот люди задают вообще, что по очереди, что с жильем у нас в Кингисеппе вообще? Я должен сказать, что, конечно, проблема существует с очередниками, но мы ее стараемся решить. На сегодняшний момент очень большое количество жилья выделено по социальным программам, по федеральным, областным программам, в том числе, включая и молодые семьи, социальное развитие села. Значит, здесь, я думаю, Кингисеппская городская очередь, скорее всего, идет. Но нужно, наверное, ну, не, ну, судьбу можно рассказать везде, кому угодно, но, наверное, лучше бы прийти на приемы. И мы бы разобрали здесь ситуацию. Стоят люди еще и с 87-го года, и с 89-го года разные причины могут быть. То есть, почему, так сказать, они могут быть признаны нуждающими, не признаны нуждающими, много снято с очереди. То есть, я сейчас не готов говорить, потому что не знаю даже имени и фамилии, но 26-го ноября будет прием, в 2 часа прошу подойти, давайте поразбираемся, в чем там проблема. Ну, и хочу сказать, что я не знаю такой школы Кингисеппского района, где бы зарплата мамы была бы 6-7 сот. Значит, я недавно провел очень серьезные встречи с педагогическими коллективами, откровенно задавались вопросы, включая то, что посмотрите наши предыдущики. Я посмотрю, там меньше 35 тысяч, меньше 32 тысяч, ни у кого нет. Если это педагог, то тем более с 30-летним стажем. То есть, 6-7 сот не может быть? Ну, вопрос нагрузки, ну, такого оклада просто на сегодня, это единая тарифная сетка, может быть, да. Значит, но мы же понимаем, что зарплата учителя составляет не голый, условно, оклад. У нас у всех оклады такие, и у главы администрации не 100 тысяч окладов. Сколько у вас оклад на самом деле? 21 на 700. 21 это как бы официально, ну и потом какие-то надбавки. Нет, почему надбавки? У меня большой стаж, у меня 27 лет стажа, униципального. Вот, и надбавки идут определенные, за секретность там, вот, да, особые условия работы и так далее. У нас же нейромерный рабочий день. Поэтому я еще, я не говорю во слово, я, скажем так, смотрел у учителей, и, честно говоря, так, особо жалоб на зарплату, конечно, всегда денежных средств будет мало, сколько бы мы ни говорили, да, но они в определенной степени довольны существующим. И плюс еще, ведь обещают еще повышение с 1 октября, которое должно вот сейчас быть выплачено. То есть, я просто хочу сказать, мне очень нравится история, которую пишут люди откровенно. Дело в том, что, чем писать, лучше бы действительно подойти и разобраться, почему так получается. То есть, если вот это все на самом деле так, то вы предлагаете прийти к вам на прием и вот это все? Конечно, я обязательно разберусь и поручу администрации посмотреть, правильность, неправильность, почему так получилось. То есть, лучше-то, конечно, узнавать из непосредственных исполнителей. У нас очень хороший жилищный отдел, который занимается жилищными программами, хорошие специалисты, заинтересованы полностью, чтобы каждый кингисепет, кто стоит на очереди, попал там в другую программу, у них налажены очень хорошие отношения к правительству Ленинградской области, Каждую неделю возим документы, подбираем, так сказать, чтобы, меняя в ту и иную программу, чтобы прошли наши кингисепции жители района. Поэтому, не надо так думать, допустим, наверное, там есть какие-то причины. Наверное, просто стоит поразбираться и посмотреть, может быть, что-то и устраним. – Один из последних вопросов, люди задают и пишут, и в комментариях есть, по поводу льгот. Прошу вас вернуть льготу за оплату детского сада многодетным матерям. Вообще это зависит от вас, и что это за вопрос? – Нет, дело в том, что вопрос-то справедливый, но, к сожалению, в той категории, которая утверждена законом об образовании, значит, категории многодетных матерей нет, или семей категории такой нет. Ее убрали, значит, я не знаю, в чем причины, вот, а мы на протяжении длительного времени сохраняли льготы еще в прежние годы, но сейчас мы не имеем права. То есть мы должны следовать только строчке федерального законодательства, иначе это признают… – То есть вы не отменяли сами эти льготы? – Нет, нет, это закон федеральный, поэтому здесь мы не вправе вводить какие-то льготы, если это не разрешено в федеральном законодательстве. Если были бы, допустим, было бы прописано, что местные органы власти вправе устанавливать дополнительные льготы по многодетным семьям, мы бы это сделали, но на сегодняшний момент строго регламентированы. Значит, этой категории, к сожалению, нет. Данайс сейчас решается по жилью, социальному жилью для многодетных семей. Мы решаем вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, то, что государство нам определило, как возможность, да. Поэтому я хочу сказать, конечно, обидно то, что это произошло, но, тем не менее, я хочу сказать, что работает у нас и общество многодетных матерей, семей Калмыкова, его, значит, руководитель, председатель, значит, есть комитет социальной защиты, куда можно обратиться, и никогда наши специалисты не откажут помощи, если действительно какие-то проблемы, включая материальную помощь данной семье многодетной. Я хочу сказать, что не думаю, что, скажем, мы невнимательны к нужным многодетных семей. Наоборот, стараемся и видим, и стараемся помочь. И у нас действительно душевные люди работают и в социальной защите, поэтому, если есть вопрос, если есть проблема, лучше подойти в удобное время, в любое время, приму маму, отца, многодетной семьи, поговорим, посмотрим, что можно сделать. Понятно. Ну, я так думаю, что раньше была такая льгота, да, потом ее сейчас отменили? Да, понятно. Александр Андреевич, еще интересует и нас, и детей в садике, наверное, вот в поселке Кингисевском озвучивали проблему, и мы задавали вам вопрос, чтобы поставить до холодов окна, и вот что происходит? Это конкретно вопрос по детсаду в поселке Кингисевском, что нужны окна? Ну, во-первых, все вопросы решены, сейчас организационно проходит аукцион, выделено более 600 тысяч, я не помню там конкретно сколько, я думаю, что там будет экономия, и окна будут сделаны до конца года, и двери поменяют, входные, в группу, то есть работы должны быть завершены 30 декабря. Никаких денег, естественно, с родителями, кто собирать не будет. Вопросы эти находятся на контроле у Комитета по образованию, администрации Кингисевского района. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok